итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить need for speed 4 high stakes на 1 playstation прошлой серии мы с вами не совсем удачно завершили чемпионат на классной тачке корвет вот но в этой серии мы с вами займемся опять специальными заездами благо они у нас есть открылись еще это еще на м5 получается у нас открылись эти чемпионаты и вот следующий у нас это гонки на выживание вот такой вот чемпионатику такое соревнование серия гонок экспертов где из каждого рейса выбывает последний приз достается только единственному победителю вот так вот то здесь типа система нокаут будет у нас требуется авто любой и вот относительно этого пункта любой тогда платим уже 10 тысяч относительно этого пунктика у меня есть вот вопрос ландш трассы отражения начинается если здесь выбрать например не корвет который у нас сейчас на данный момент самая мощная машина открытая а например например вот z3 у нас есть да тоже полностью прокаченной то какие будут соперники мне вот интересно неужели корветы после на против нас поедут давайте просто включим гонку если против нас будут крови то естественно возьмем корвет а если игра подстраивается под ну как бы выбранную машину я вот не помню как здесь происходит дело так смотрим то у нас в соперниках такой чуть по моему уезжают от меня ребята так ты кто чем ты а она бэшки тоже на бэшки гляньте как у нас тоже прокаченная с полосками как положено ах но окей значит игра все таки подстраивается действительно когда написано любое в то можно брать любое в то и ну и как бы гандикапа у нас не будет то есть под нас игра подстроиться и даст нам соперники соответствующие машины ну хорошо трафика здесь нету да заметьте то есть от гонки гонки условия меняются усложняются но вот трафик как-то только в одной то есть не по всем параметрам здесь постоянно все усложняется то есть до трассы вот стали с отражением трафик убрали хотя может дальнейшем будет и такой чемпионат где будет и отражение и там дождь какой-нибудь еще и трафик хотя если бы был трафик как мы знаем то тогда по четыре машины всего было бы на трассе ну видимо тут уже ну игра не вывозит просто шесть машин вот таких вот и еще и движение автомобилей пиндюрился так а тут гляньте кузьма опять был на первом месте то на таких вот слабеньких машинах еще на первых кузьма тут рулит узек потом что-то сдает на более мощных там уже гриня верховодит гриня более серьезный пацан на серьезной технике привык гоняться не на этих бибезиках так а я что не гляну сколько тут раз пять по-моему вот если бы мы выиграли тот чемпионат на корвете то открылся бы еще следующий а так пока спешил заездах это по идее последний последний чемп вот и получается анлоком для них для вот этих специальных заданий служит золото в тех в основных турнирах надо просто привыкать и а как говорил уже вот видите тут физика уже не такая аркадная то есть например поршен лишь там они совсем там ведь по сути поршен лишь это вообще не аркада если так вот взять по большому счету это там уже но если честно подчистую слезали ну как бы не слезали а вдохновлялись можно так сказать гран туризма разработчики электроник артс там даже есть школа ну и лицензии по сути те же ай-яй-яй ой-яй-яй плохо блин последний повороте взял и разбил бмв так главное здесь было не приехать последним в принципе но приехать первым тоже приятно но и получить побольше призовых достаточно сильно так мы достаточно скромное время так чудо тут улучшен улучшен исключен а мы мраб единственная девчонка у нас вы было так что-то я не глянул сколько нам дали денег а да нам у нас было сто тысяч мы десятку заплатили за вход чемпионат по сути мы сейчас ничего не заработали машину сильно разбил тут специальных заданиях чуть денег меньше дают за первое место поэтому надо аккуратненько ехать так рут аддон опять отражение включено дать все будут зеркальные трассы вот я там говорил про физику да и хай стейксе уже как бы физика не сказать чтобы аркадная то есть вот на слабых машинах еще как бы ощущается точнее не ощущается этого наоборот и достаточно много тебе прощается ошибок но вот тем как машины становятся мощнее скорости возрастают и ощутиме становится то что здесь физика далеко не аркадная ну или не самая скажем так аркадная конечно тут все равно еще много таких допущений что там по обочине едешь там скорость совсем не сбрасывается и машин не несет но все равно такие основные моменты что например медленный поворот и на полном газу не войдешь не вкрутишься как бы не старался это есть что надо тормозом пользоваться что тормозить в повороте чревато заносом и разворотом то есть вот такие вот основные элементы здесь уже конечно они очень четко работают и это уже говорит о том что здесь физика ну не аркадная старались разработчики в принципе игра вышла в 99 году и наверное уже даже на high stakes успех гран туризма 1 повлиял все-таки хотя по большому счету она осталась очень похожа на ход присил но я об этом уже говорил что ход присед был о том же причем а хай стейкс и у многих именно ход присед конечно является любимым не тву спидом тех времен крайне мере вот поршин лишь там уже конечно совсем переписали они физику по крайней мере ну на сонке я не играл ход присьют я вам говорил но физика на компе она была там очень такая серьезная и и тоже естественно по большей части если уже понятно что она там в классической эре и там совсем там совсем да 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 спасибо мужик в классической эре там совсем слабенькие porsche были и там да там это тоже конечно не шибко ощущалось но вот уже там не помню как вторая вера называлась ну уж в модерн эре ну в новейшей истории скажем так там совсем серьезная физика там практически на уровне гран-туризма там и трасс уже трассы стационарные есть в принципе и хай стейкс и есть с другой стороны хотел сказать что в хай стейксе впервые появились стационарные нет во второй же части нет во спида тоже были такие автодромы гоночные кольцевые поэтому правда там физика была конечно тот момент аркадная совсем вот автодромы были уже гоночные поэтому это не внову здесь хай стейкс и то что в последнем чемпионате у нас где будут макларен и mercedes целка там мы будем стационарных автодрома гонять ну ладно до этого еще дайте надо как говорится так ну вот мы вторую гонку прошли так но здесь вроде сильно не косячился может хоть чуть-чуть денег заработаем гонки 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 о здесь лучшее свое время показал 700 чего здесь всего 700 дают за первое место да вы чё смеетесь что ли вот это да а я думал я там тачку так разбил что так тут да это представляете проехать весь этот чемпионат и на последней трассе проиграть например этому кузе там еще кому-то ух ты а здесь еще и ночное отражение до плюс ночь селти круинс блин опять же в то время ну вот девяностые да когда вот все эти игры появлялись как-то больше разнообразия что ли было ну 3d графика да только становилась и мощностей еще как бы не хватало и вот прям на примере вот этих двух гонок между которыми постоянно ну сравнение проводим нитфоспит и гран туризма видно на что например делали упор разработчики да ну прям видно ну что называется невооруженным глазом то есть гран туризма упорная реалистичность там да на физическую модель правильную ай-яй-яй и на проработку непосредственно самих машин вот а а нитфоспит он такой более ну более на общую публику сделан поэтому старались общую картинку сделать как бы ну приятную особо не заморачивались с физикой ну как бы так сделали основные какие-то моменты вот ну зато сделали картинку в общем стиле более как бы приятной поэтому ну отличий гораздо больше если сейчас например брать автосимуляторы сейчас уже мощности у консолей у компов настолько ну большие настолько их хватает что как бы по сути различий достаточно мало ну вот я имею ввиду в графике все гонки выглядят сейчас красиво вот вот на некст гене да ну я имею ввиду окружающую среду трассу там на трассе ну и физика различия физики конечно вы скажете большие если брать там современную тут же какой-то там нет воспит сравнивать с серьезными автосимами и ну не знаю там project cars тоже там но это тоже не каждый еще отличит эти нюансы или например ну понятно ладно нет воспитать если сравнивать project cars там конечно различия будут тоже видны ощутимы достаточно сильно ну например если сравнить project cars и ассета корса например да и та и та гонка есть ну по сути везде вот и если за эту и ту гонку посадить какого-нибудь человека ну который особо не следит за гонками так просто иногда поигрывает просто хочется там пролупить на красивой дорогой тачке иногда то я думаю он даже не поймет что перед ним за игра ни по графике ни по физике то есть оба автосима достаточно такие продвинутые и по графике и физика у них уже серьезная и поэтому я думаю что человек не следящий за миром именно автосимуляторов не поймет и не скажет что перед ним взять вот просто табличку повесить где project cars там написать ассета корса а там наоборот и он и не поймет ну да да вот это вот поэтому я говорю что раньше отличий как то по моему больше было у автомобильных игр но хотя в принципе большому счету автосимуляторов то в то время и не было грантуризм это первый такой хардкорный именно автосим который сильно упарывался на физику поэтому поэтому его в общем то с нет фаспидом то даже не особо корректно сравнивать ну просто то что это это игры очень популярны были в свое время поэтому и вышли в принципе в одно и то же время практически поэтому все равно сравниваем чё нам какая нам разница можем хоть с не знаю там с танчиками сравнить какая разница так второе время да смотрите даже м5 уделали и даже по лучшему кругу так вот ну у нас з3 то навороченная на все три стадии уже так ну пока идем без потерь две трассы осталось киндиак парк о а здесь а только назад да и останется дюрхам рот ладно поехали опять межгород так тем временем у нас то всего трое осталось гляньте какой пафосный мужик за рулем просто с презрением так смотрит на всех типа я такой на бэхина прокачан чё вы тут мне тут чё вы мне предъявить хотите я только кашеточку притоплю немножечко я уже впереди да ну сейчас поездив на мощных машинах да ощутив всю прелесть так скажем их управление на z3 конечно не так интересно ехать уже по сути реально игра раскрывается только вот на начиная где-то с середины даже ближе к концу когда вот появляются серьезные спорткары по-моему ее тогда и ругали ну такие приверженцы вот именно классического нет фоспида да за то что слишком тут навороченная стала физика в этой игре типа мол ну чё это за ерунда как так там машины заносит там врезаешься выносит куда-то что это за нет фоспида такой это не про эти гонки игра вообще не про такие поэтому поэтому верните нам старый добрый нет фоспида и электроник артс конечно же всех послушала и следующую часть сделала еще хардкорнее ха 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 выкатила Porsche Unleashed блин они если бы вот реально в Porsche Unleashed не сделали ну как за выбранный автопром компанию Porsche то наверное это вообще вот как бы клон был бы гран туризма если бы там остались ну много марок да как ну как хотя бы даже вот здесь автопарк то там тоже расширился в пятой части серьезно относительно даже вот четвертой части и если бы они еще и разнообразие внесли по маркам там автомобилей то что действительно это было бы совсем уж похоже на GT может я правда не знаю может сама компания Porsche как то вот не знаю может проплатила разработку именно Need for Speed Porsche Unleashed чтобы там одни Porsche были потому что по сути это ну как бы такой пиар да игра же расходится многомиллионными тиражами а там в ней одни Porsche какая это реклама мощная правда аудитория не та немножко которая может себе позволить Porsche купить особенно в то время ну тем не менее вот сынок там сидит играет в игрушечку а папаня такой смотрит ух нифига себе какие тачки да какой классный там Porsche какой-нибудь не знаю там спайдер там а не прикупить ли мне его о be the best time нифига себе четко гляньте даже лучший круг у меня лучший но вот там внизу еще одна сорок а не не лучше да вот DB7 на третьем месте на втором месте ухты четко так опять эти смешные 700 рублей так ну что же остались мы с Кузьмой на последней трассе дюрхам рот так тоже здесь вообще направление вперед безо всяких заковырок и наворотов ну что же погнали главное сейчас чтоб ничего не случилось в принципе так то вроде без особых проблем выигрывали до этого но черт его знает возьмет сейчас в бензобак чуть подсыпет гвоздей каких-нибудь ох ты а вон когда же вы гляньте параллельно стартуем нифига себе четко а кузичка проигрываешь старт а знаешь почему потому что у тебя аварийка потушена ты просто даже на психологическом уровне уже пропускаешь вперед машину которая едет с мигалками это психологическая атака на соперника уу, совсем от стал уговорить да, тут вообще вот в этот поворот без тормозов хожу на корвете тут конечно такого себе вообще никак нельзя позволить вот собственно поэтому я и говорю что здесь если взять вот первую или там вторую какую-нибудь машину, третью, ну там наверное лучше всего пятую где-то взять, вот прокачать ее до конца, и она наверное будет чуть ли не самой быстрой здесь в игре. Не в абсолюте, естественно, я имею ввиду, а вот в том смысле, что на ней будет проще проехать, чем на том же Макларене, например, потому что Макларен это уже очень мощная машина, ее будет заносить, тут срывать везде в, скажем, повороте, тормозить надо будет, а тормоза здесь ну достаточно плохо работают все-таки такие они здесь аркадные вот, нельзя тут, допустим, поздно так тормозить ух ты у него тут даже фраза какая-то другая ты уверенно захватил удерживаешь лидерство, точнее вот, и поэтому в топе вы сами видите мы зачастую на Z3 вот на этой, да, на полностью прокаченной оказываемся гораздо выше, чем машины вроде бы гораздо более мощные даже другого класса совсем даже в принципе быстрее M5 но M5, ладно, не прокаченная таких там монстров, как Diablo, там, Ferrari вот вот на предыдущей трассе видели, там лучшее время было показано на DB7 как раз вот из чемпионата где M5, да, гоняет у нас поэтому поэтому это тоже достаточно странно, черт возьми я так вот тоже сейчас подумал представляете, если бы в Gran Turismo можно было прокачав какой-нибудь De Mio, да на всю катушку объехать ну, не знаю, там GTO LM Edition или Skyline там полностью прокачан конечно что-то тут, значит, не то с физикой подождите I beat the lab record 1,36 ого то есть я вообще абсолютно лучше, что ли, время показал congratulations you beat the best time and lab record for this track воу вот это да точно вы гляньте вон внизу Z3 красуется 3,22 ну хрен с ним это общее время ну я и лучшее время круга побил а второе здесь вон на 550 Maranello, да 1,40 лучше круг ну вот это одна из а вон, видите, еще ниже F50 на восьмом месте и у нее круг только 1,57 здесь представляете а у меня 1,36 на самой, по сути, слабой машине здесь в Need for Speed да круто ну ладно идем дальше а, это же последняя трасса все ми-чемпионы капец заработали за все гонки чистыми всего там полтора рубля полторы тысячи окей, отлично спасибо, мужик вы завоевали золотой кубок в гонках на выживание и заслужили звание победителя теперь испытайте себя в супергонках на выживание супергонках на выживание а так, ладно сохраняемся но супергонки на выживание нам еще открыть надо это они, видимо, откроются с золотом на чемпионате корвета так, ну что же давайте на этом эту серию закончим выиграли мы специальный чемпионатик по нокаут системе надеюсь, что вам понравилось наши покатушки понравились с вами, как всегда был Скудер комментируйте ставьте пальцы вверх если вам понравилось все-таки то, чем мы тут занимались подписывайтесь на все, что есть все ссылки под этим видео ну а с вами, как всегда был Скудер всем пока-пока увидимся в следующих сериях субтитры